Когда биткоин был представлен публике, более 10 лет назад, майнинг был не таким популярным процессом, каким он стал сейчас. Компьютер с подключением к интернету был единственным необходимым элементом для майнинга BTC, и хотя есть некоторые свидетельства того, что Сатоши Накамото сам предсказал концепцию майнинга ферм и специализированного оборудования для майнинга, вряд ли он предполагал, что добыча цифровых валют будет расти так, как сегодня. Биткоин майнинг приобрел популярность благодаря стремительному росту биткоина в 2017 году, о чем свидетельствует сопровождающая увеличение хешрейта сети. Увеличение значения BTC в этом году на 2,06% привело к увеличению хешрейта на 500%, что указывает на то, что к сети присоединилось больше майнеров. После того, как цена достигла пика в 20,00$, хешрейт поднялся до 900%, но обесценивание криптовалюты на 85% в 2018 году было критическим для майнеров, которые в этом году снизили доходность на 95%. В то время как 2019 год стал достаточно успешным годом для майнеров с точки зрения прибыльности, улучшения были относительно незначительными и недолговечными. Предполагая, что ферма состоит из 100 майнинговых установок Antminer S17, Amcrypto смог экстраполировать прибыльность майнинга, используя стоимость биткоина, комиссионные за транзакции и сетевой хешрейт за 2019 год. Поскольку хешрейт рос в течение первой половины, доходность майнинга росла до тех пор, пока цена биткоина не достигла пика 2019 года – 13,800$. Однако, поскольку во второй половине года наблюдался рост хешрейта, к концу года стоимость биткоина упала до 6,500$, что привело к падению прибыльности. Данные BitInfoCharts показали, что прибыль от майнинга главной криптовалюты выросла с начала 2020 года, хотя это, вероятно, связано с 40%ным ростом криптоактива с начала года. В связи с этим возникает вопрос, может ли майнинг биткоина быть прибыльным в 2020 году, а с учетом того, что в ближайшее время мир увидит халвинг, герои хеширования могут оказаться в очень неудобном положении. Халвинг, запланированный на май этого года, сократит награду за майнинг-блок вдвое. Существует несколько теорий о том, как халвинг может повлиять на цену биткоина, и члены сообщества активно обсуждают, была ли цена уже учтена в рыночной стоимости BTC. БТС, несмотря на это, анализ рентабельности в 2019 году показал, что доходы майнеров были примерно на одном уровне в феврале и декабре, несмотря на то, что к концу года BTC точно будет в два раза выше. Вероятно, это связано с, полный текст читайте на сайте криптофанс.ру. Ссылка на новость доступна в тексте под видео. Продолжение следует...